преподобный или я макеевский старец известный подвижник наш современник светильник веры в годину тьмы святой покровитель донбасса у миру илья яковлевич ганджа в донецкой епархии сведения о нем собирали по крохам для книги немощная мира избра бог да посрамит крепкая под редакцией калябины по благословению схерхи мадрита засимы который очень почитал преподобного илию благоговейно и трепетно относился к святым и святыням вообще к истории церкви собирая крупицы руси уходящий в созданном им свято-успенском никола васильевском монастыре были собраны свидетельства очевидцев и материалы о жизни макеевского старца чудотворца 8 мая 2012 года священный синод украинской православной церкви принял решение о канонизации схемонаха или ганджи в лике местно чтимых святых донецкой епархии 28 мая того же года состоялось обретение мощей преподобного 23 сентября 2012 года в соборе великомученика георгия победоносца в городе макеевки состоялось прославление преподобного мощи святого схемонаха или и прибывают с той поры в этом храме на могилке святого сооружена часовня где служатся панихиды и куда продолжают идти богомольцы а 2 августа в день ангела преподобного здесь особенно людно память преподобному или макеевскому 4 17 апреля часть 10 в нагорной проповеди господь говорит по плодам их узнаете их собирают ли стерновника виноград или срепейника смог вы так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые а худое дерево приносят плоды худые матфей 7 16 18 дерево познается по плоду своему лука 6 44 антони великий говорит когда встретишь человека который любя спорить вступает с тобою борьбу против истины и очевидности то прекратив спор уклонись от него совсем окаменевшего умом ибо как дрянная вода делает ни к чему негожими самая лучшая вина так и злые беседы растлевают людей добродетельных по жизни и нраву следующий рассказ переданный нам лидии иосифовной плюшко о встрече скупой женщины со схемонахом ильей одна женщина была неверующей храм дороги не знала имея хорошее хозяйство жила зажиточно но была очень жадной услышала она как-то о схемонахе илье что он прозорливый людей насквозь видит очень любопытно было ей пойти к нему посмотреть верно ли о нем люди рассказывают было у этой скупой женщины хорошая корова много молока давала но понести молока старцу ей было жаль когда женщина пришла к старцу она нисколько не смущаясь собственной ложью говорит божьему человеку что принесла бы ему молочка в гостиниц да не смогла корова заболела а схемонах илья отвечает обо мне не беспокойтесь а вот о корове своей позаботиться надо корова кормилица семьи беда раз заболела больше ничего схемонах женщине не сказал пошла на домой разочарованная если бы старец думала она был действительно прозорливым он бы разоблачил мой обман а он поверил что у меня корова заболела пришла женщина домой а там переполох корова очень заболела не ест не пьет только лежит погибает кормилица позвали ветеринара а он руками разводит что с коровой не знает тогда женщина побежала к схемонаху и во всем перед ним призналась плакала и каялась своим обмане и неверие когда вернулась домой нашла свою кормилицу совершенно здоровой как жалок бывает человек который не живет по заповедям и не подозревает об истинных ценностях а трясется бедняга от жадности к своему добру которая в сущности то ему и не принадлежит ибо все в руках божиих кто сеет скупа тот скупой пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением ибо доброход надающего любит бог второе послание коринфянам девять шесть восемь апостол павел тек людской поток схемонаху илье несли люди ему свою печаль свою болезнь каждого интересовала собственная забота всех встречал старец жалостью для всех находил время люди вспоминают что он был неутомимым хотя выглядел худеньким слабым стареньким и уносили люди в своих душах память о встрече с необыкновенным человеком сияющим светом веры в господа добротой и любовью уносили память о встрече с ним как о чем-то дорогом и ценном а после встречи сами того не подозревая начинали по-новому смотреть на себя на свою жизнь задумываясь о боге о смысле жизни много людей было в этом потоке текущим божьему человеку ежедневно частичка этого потока принесла нам свои воспоминания рассказы которые разместились в нашем повествовании всего лишь частичка того огромного потока людей которые видели схемонаха илью при жизни слышали его но и это частичка оказалось не такой уж малой так как дала нам возможность узнать о сильном верой молитвенники который любил господа и людей по официальной справке макеевского загса илья яковлевич ганджа схемонах илья русский скончался 17 апреля 1946 года на 109 году жизни а по свидетельству многих очевидцев схемонах илья появился в макеевки в 1937 году где и прожил до 17 апреля 1946 года но есть у нас очевидец старожил генераленка правда пока единственный который виделся со схемонахом еще в 1933 году 9 или 13 лет прожил схемонах илья в городе макеевки но это были последние перед кончиной годы земной жизни старца и в этот последний период жизни монах схемник илья был удостоен от бога многих духовных даров и являл собою добрый сосуд божьей благодати вера есть ключ к сокровищнице божией она обитают простом добром любящим сердце иоанн кронштадтский на глазах очевидцев проходила жизнь старенького монаха схемника сильного веры подвижника божьего жизнь земная но уже здесь неразлучная с богом девять или тринадцать лет в городе макеевке жил кроткий добрый схемонах илья яркий пример неусыпной молитвы просящий непрестанно благодарящий славящий господа такая малая частица времени из 109 лет жизни подвижника где же прошли другие 96 лет из каких духовных деланий подвигов сотканы они если привели к такому высокодуховному итогу где родился илья яковлевич ганджа в каком городе в какой семье кто были его родители когда ступил он на путь инока в каком монастыре подвязался какой крестоносный путь нужно было пройти этому доброму старцу чтобы удостоиться от бога таких великих духовных даров люди обычно озабочены своими печалями каждого волнует лишь собственное благополучие в их жизни и они бежали к доброму божьему человеку которого всегда слышал бог однако жизнь того кто выслушивал с добротой и терпением все их печали кто днем и ночью молился ходатайствуя о них перед творцом жизнь самого схемонаха ильи никого из многочисленных очевидцев не интересовало а потому ответа ни на один из этого множества важных вопросов из жизни самого старца просто никто из очевидцев не знал мы уже знаем что последнее перед кончиной год или полтора года схемонах илья имел собственный угол а в том же доме поселились и верные помощницы и послушницы бабушка паша бабушка мария щекла фелякина ее племянница галина васильевна ванявкина и трое детей галины николай владимир и нина схемонах илья называл галину распутницей так как все ее дети были от разных мужей галина часто куда-то пропадала тогда за ее детьми присматривала фёкла очевидцы рассказывают что вся родня фёклы была неверующей из перечисленных выше людей живы настоящее время только двое детей галины ванявкиной владимир иванович подкидышев живет в макеевке и не на иванов на приходько живет в новошахтинске ростовской области не на иванов на которую возлагались большие надежды что она ответит на многие важные вопросы письмо действительно прислала но сообщение ее были весьма скромными вернее ничего существенного из письма узнать не удалось вот выдержка из письма нины ивановны которой было всего 7 лет когда схемонах илья умер я очень рада что через столько лет заговорили об отце илье да он умер сто девяти лет как он попал макеевку я не знаю только помню как сейчас он был красивый вспомним все очевидцы называют химонаха илью красивым и вот опять седой старичок и гладил меня по голове к нему очень много людей ходила когда он умер я плакала и сильно голосила по нем и с тех пор я никогда так не голосила даже когда умерла моя мама я не голосила так бабушка фёкла мне рассказывала что он предсказывал людям все что будет маме моей сказал что она умрет у сына они у меня так и было ее брат владимир иванович подкидыш тоже не смог ответить нам на те особенно важные вопросы жизни схемонаха ильи так как был тоже еще ребенком чуть постарше сестры но он хорошо помнит один случай когда схемонах илья исцелил девочку которая была лежачей больной она совсем не ходила даже сидеть не могла вот его рассказ это было уже после войны к отцу илье много приходило и приезжало разных людей были среди них и тяжело больные однажды в наш дом приехал один очень серьезный важный генерал с больной дочкой девочкой лет 16 приехали они аж из города хабаровска генерал был невеселый потому что его дочь была прикована к постели он рассказал что врачи бессильны вылечить его дочь они заявили что девочка уже не поднимется а отец илья и говорит генералу оставьте вашу дочь у нас а через месяц за ней приезжайте отец сначала растерялся и не хотел оставлять дочь но у него не было другого выхода и он оставил девочку а сам уехал стала девочка это у нас жить бабушка фёкла за ней ухаживала а отец илья и и никак не лечил каждый день все молились как обычно она все слушала отец илья много молился всегда читал псалтирь евангелие акафисты скоро и девочка уже знала молитвы научилась по церковному читать а а иногда отец илья все бабушки и девочка пели молитвы но болезни девочки никто не разговаривал так будто отец илья и у нас оставил не вылечить я просто хотел научить неверующую дочку генерала богу молиться и все и скоро уже она молилась как и все и вот однажды совсем неожиданно отец илья говорит этой девочки я такой старенький и хожу а ты такая молодая а лежишь вот лежи бока а ну вставай и так он строго ей повелел вставать что она даже смутилась что лежи бока и вдруг начала подниматься а мы все замерли от удивления что же сейчас будет девочка медленно поднималась и вдруг поднялась полностью с постели как здоровый человек который просто проснулся и встает вот было удивление и радость радовалась девочка да и все в доме стали такими радостными девочка передвигалась сначала медленно будто ребенок который только что учится ходить потихоньку подошла на к отцу илья и со слезами на глазах хотела обнять старенького схемонаха а он посмотрел на нее так ласково и говорит не старичок тебя вылечил а бог господа благодари ты же молилась ему но и мы все конечно тоже молились вот по нашим молитвам милосердный господь и исцелил тебя помни деточка господа всю жизнь молись ему благодари его и все будет хорошо в твоей жизни а когда генерал приехал глазам своим не поверил дочка была совсем здоровой отцу девочки схемонах илья тоже сказал господа благодарите живите в вере православной живите с богом вот только этот случай я и помню окончил свой рассказ откидышу а вот откуда отец илья приехал в макеевку точно не знаю но по моему схемонах илья в макеевку приехал из киева печерской лавры вспомним один интересный случай жития серафима саровского описаны дворянином мотовиловым однажды сковал одного человека тяжелый недуг на исцеление не было никакой надежды тогда мотовилов решает за помощью обратиться к старцу серафиму саровскому несколько человек на руках принесли больного в келью батюшки серафима и произошло чудо вот как это было батюшка серафим спросил мотовилова а веруете ли вы в господа иисуса христа что он есть богочеловек и в причистую его божию матерь что она есть преснодела я отвечал верую а веруешь ли ты что господь как прежде исцелял мгновенно и одним словом своим или прикосновением своим все недуги бывшие в людях так и ныне также легко и мгновенно может по-прежнему исцелять требующих помощи одним же словом своим и что ходатайство к нему божьей матери за нас всемогущие и что по всему ее ходатайству господь иисус христос и ныне также мгновенно и одним словом может всецело исцелить вас я отвечал что истина всему этому всею душою моею и сердцем моим верую и если бы не веровал то не велел бы вести себя к вам а если веруете заключил он то вы здоровы уже и на прощание исцеленному мотовилову серафим царовский сказал видите ли какое чудо господь сотворил с вами ныне веруйте же всегда несомненно в него христа спасителя нашего и крепко надейтесь на благоутробие его к вам всем сердцем возлюбите его и прилепитесь к нему всею душою вашу и всегда крепко надейтесь на него и благодарите царицу небесную за ее к вам великие милости страшно дерзнуть на какие-то выводы но невольно радостное волнение охватывает душу виде очевидное оба эти чудо так похожи и тогда радостью до замирания сердца стучится сознание вопрос кто ты добрый кроткий старец схемонах илья если господь через тебя дарил людям такие чудеса кто ты если все годы твоей жизни в городе макеевке сопровождались божьими чудотворениями а теперь вновь в который раз уже возвратимся к интересным рассказам очевидцев которые с любовью шаг за шагом открывают перед нами личность столь дорогого жителям города макеевки старца схемонаха ильи никитенко на вопрос не слышала ли она от схемонаха ильи такого дорогого ей старца что-нибудь о его жизни до макеевки заплакала и сказала молодая была глупая если бы теперь я бы столько его расспросила и слушала бы и слушала он такой для меня дорогой как родненький когда плохо что-то у меня в жизни возьму его фотографию дорогую плачу сама и все ему жалуюсь все ему рассказываю а знаете он ведь всегда слышит и помогает что слышала о прошлое его жизни только помню точно что жил в каком-то очень святом месте в каком-то святом монастыре а келья у отца ильи была такая что еду ему подавали в какое-то отверстие а как-то сложно ему еду подавали вот и все что запомнила однажды появилась миловидная приятная женщина и сообщила следующее мать ее мужа то есть ее свекровь живет в москве носят ныне фамилию мужа вера семеновна бакаляр а девичья фамилия ее была ванявкина вера семеновна ванявкина двоюродная сестра галины васильевны ванявкиной прожила полгода в одном доме со схемонахом ильей было это в 1945 году вновь затеплилась надежда услышать новые ценные сообщения о дорогом старце но сведения привезенные из москвы оказались тоже не столь богатыми а вот что рассказала нам вера семеновна ванявкина бакаляр когда я приехала в старорабочий городок своей двоюродной сестре галини то есть собиралась какое-то время пожить в макеевке схемонах илья только меня увидел говорит о еще одна басурманка приехала старец знал кто заходит в дом с первой же минуты когда я возразила отцу илье что не басурманка потому что я ведь крещеная он сказал басурманка ты же без креста она мне была такая закрытая одежда что увидеть с крестом я или без креста он никак не мог он просто это как-то провидел вспомним очевидцы говорили что родня феклы была неверующей людям которые к нему приходили схемонах илья говорил нельзя жить без веры нельзя без бога жить всякое дело нужно начинать благословения божьего за все в жизни нужно бога благодарить когда кто-то просил благословения старец говорил я вас благословляю и бог благословит появился схемонах илья в рабочем городке города макеевки весной 1937 года приехал он макеевку из киева печерской лавры считает вера семеновна потому что именно из киева два раза в месяц к старцу приезжали на легковом автомобиле с киевскими номерами монахи священники верующие миряне обычно о своем приезде они никогда заранее не оповещали но старец в денег приезда всегда говорил фекла готовься к нам гости едут гости привозили схемонаху книги и одежду брюки жакеты подрясник и верхнюю одежду гости киевля не оставались ночевать вечерами священники монахи вместе со схемонахом очень красиво пели молитвы псалмы мне схемонах илья сказал что муж у меня будет меня моложе действительно мой муж иван зиновьевич моложе меня на шесть лет галину старец называл распутницей потому что она была легкомысленной несерьезной дети у нее были от разных мужей люди приходили к схемонаху илье самые разные были такие которые приходили чтобы старец помог им кого-то причаровать тогда старец качал головой говорил таким с горечью идите с миром бог вам судья теперь когда илья уже жил в одном и том же доме его вызывали в кгб но галина его вызволила она сказала что старец ничего против власти не делает что он просто помогает больным людям жизнь схемонаха ильи была посвящена прославлению бога и милующий по материнской любви к ближнему как чистые родники живой водой сливаясь воедино образуют собой могучую полноводную реку так все что делал или говорил илья вся его жизнь являла собой единый сильный призыв к вере в творца каждым шагом своим по земле схемонах илья славил бога потому что очень любил его не нам господи не нам но имени твоему дашь славу излагая рассказы очевидцев ильи хронологической последовательности вот что обнаруживаем чем ближе подвигаемся к кончине земной жизни схемонаха ильи тем удивительнее открываются нашему вниманию чудеса кажущиеся порой даже невероятными воронцова рассказала что уже после войны ее бабушка которая очень любила схемонаха илью любила слушать его наставления обо всем с ним советовалась а потому бывало у старца очень часто стала однажды свидетельницей очень большого чуда а время было тяжелое голодное послевоенное к схемонах ушли люди в основном бедные больные всякого рода горемыки а отец илья не только их выслушивал не только молился о них он скорбел об этих бедняках и жалея всех их своим добрым сердцем кормил каждого кто приходил к нему все приношения прихожан он раздавал людям виде обедов которые по его велению готовили для мира кроткие его послушницы однажды это было теплое время года только точно месяца и числа не запомнила схемонах илья сказал народу что у него нынче день рождения он велел вынести на улицу столы и фекла женщинами понаставили много еды чтобы всем хватило когда люди уже сидели на скамейках за столом отец илья помолился и благословил большой стеклянный графин с водой и на глазах у народа простая прозрачная вода стала вином красным вкусным вином чудо произошло неожиданно но никто не вскрикнул никто не произнес восторженных слов некоторые из присутствовавших стал свидетелями чуда не могли от страха произнести слово другие тихонько плакали и с удивлением смотрели на илью а старец радостный велел фекле налить всем чтобы подкрепили собравшиеся люди своей силы этим добрым вином и весь этот простой бедный люд выпил понемногу хорошего вина и сытно покушал когда услышишь рассказ о чуде подобном этому первая мысль которая застучит в сознании будет мысль сомнения этого не может быть за ней последует вторая да разве может быть чтобы в макеевке какой-то добрый старичок творил такие чудеса а если просто остановить наши мысли которые так часто мудрствуют лукаво и вспомнить каждый день возле дома схемонаха ильи собиралось множество людей и все эти люди были приняты старцем именно в этот день не было ни одного случая чтобы хоть кому-то не довелось дождаться своей очереди ему верено было прийти завтра каждый входящих схемонаху был встречен им с такой любовью будто только его старец и ждал и любовь его была искренней весь он светился ею очевидцы на вопрос какой схемонах илья отвечали красивый никто и никогда не видел схемонаха илью гневным раздраженным совсем наоборот даже в голосе звучала доброта и жаление отцовская слабенький старенький ведь старцу было за сто лет отец илья был настолько неутомимым что люди у которых он жил даже долгое время считали что это настоящий пророк илья разве такая любовь и такое долготерпение не чудо бог любит праведников и желает показать их всем иоанн златоуст любящая мя люблю и прославляющими прославлю говорит господь святой макарий великий говорит а что души праведные соделываются светом небесным а сем сам господь сказал апостолом вы есть свет мира матфей 5 14 сам соделав их светом повелел чтобы через них просвещался мир и говорит ниже обжигают светильника и поставляют под спудом но на свечнице и светит всем и же у храме не суть так а да просветится свет ваш пред человеке матфей 5 15 16 а сие значит не скрывайте дара какой прияли от меня но сообщайте всем желающим каким запечатлелся в памяти людей схемонах илья сильным верой бога подвижником всей жизнью своей схемонах илья прославлял господа которого любил и которому молился день и ночь чему учил старец вспомним его слова рабы божие веры не бросайте воскресенье чтобы в церкви было никогда запомните воскресенье дома не оставайтесь храм идите все тогда будет у вас хорошо никогда нужды не будет ох как родители будут отвечать за своих детей которых они не научили вере вот даже очень наш не знаете ох понесут родители за воспитание своих детей ответ перед богом помни на все что происходит с нами в жизни божья воля благодари господа за то что исцелил тебя помни всю жизнь как чудесно исцелил тебя господь живи с богом и все в жизни будет тебе удаваться а по уму будешь семи пядей во лбу и знай как только забудешь бога сойдет твоя жизнь на нет детей своих надо у господа вы молить сейчас ты старичком недовольно а в старости вспомнишь меня и будешь очень рада если же мать ты сейчас не потрудишься господу ради своих детей если не станешь их у бога вымаливать дети твои плохими будут будешь от них горько плакать родители которые горячо не молятся о своих детях попадают в дома престарелых а в престарелых попадают только те родители которых дети не любят а дети не любят тех родителей которые воспитали их без бога и сами виноваты в нелюбви собственных детей а ты горячо молись о своих дочерях и тогда вспомнишь старичка дети твои вырастут хорошими будут благочестиво жить бога будут чтить храм никогда не оставят ко мне на могилку будут ходить а ты будешь старости в радости большой купаться не старичок тебе вылечила бог господа благодари ты же молилась ему но и мы все конечно тоже молились вот по нашим молитвам милосердный господь исцелил тебя помни деточка господа всю жизнь молись ему благодари его и все будет хорошо в твоей жизни господа благодарите живите в вере православной живите с богом каким еще запечатлелся в памяти людейский монах илья любящим людей его кроткое доброе сердце жалело всех тех болящих бедных озлобленных которые как река текли к нему и он изо всех сил старался накормить голодных вылечить больных обогреть озлобленных будь смел решителен на всякое добро особенно на слова ласки нежности участия а тем более на дела сострадания и взаимной помощи считай за мечту уныние и отчаяние в каком бы то ни было добром деле будьте внимательны к себе когда бедный человек нуждающийся в помощи будет просить вас о ней враг постарается в это время обдать сердце ваше холодным равнодушием и даже пренебрежением к нуждающемуся преодолейте все бы эти не христианские и не человеческие расположения возбудите в сердце своем сострадательную любовь к подобному вам во всем человеку к этому храму духа святого чтобы и христос возлюбил вас и о чем попросит вас нуждающийся по силе исполните его просьбу просящему у тебя дай и хотящего от тебя заяти не отврати матфей 5 42 что еще помнят очевидцы о добром старце он был на удивление неутомим терпелив со всеми никто не видел его гневным или раздраженным даже люди злобные вызывали в нем лишь отеческую жалость души настрадавшиеся в житейских невзгодах встречались в его лице состраданием добротой и любовью что чувствовалось во всем во взгляде в голосе словах и делах кроткого монаха схимника но более всего скорбела жалостливое сердце схимонаха ильи о людях безбожных живущих во мраке неверия а значит идущих гибели и он зажигал их гибнущие без бога души светом веры в творца без которого ничто в жизни не имеет смысла и чтоб спящие в неверии души проснулись от своего страшного мертвенного сна схимонах илья будил их чудом многими чудесами которые дарил бог любовь для спасения людей что же еще удивляло народ схимонахи илье духовный дар пророчества полученные от господа неверующих бога людей предсказания божьего человека которые сбывались все без исключения и большие и малые и близкие и далекие удивляли чудом божьим заставляли впервые задуматься о творце и о собственной жизни верующих христиан сбывающиеся пророчества еще более укрепляли в вере в господа укрепляли в надежде что бог по словам силуана афонского никогда не забывает нас а еще вспоминают очевидцы что некоторые пророчества схимонах илья говорил прямо понятно открыто а другие предсказания старец прятал за притчей о том что город макеевку обойдут стихийные бедствия и что она будет хранима богом до скончания века схимонах илья предсказал прямо просто и с радостью когда же прозорливый схимонах предупреждал кого-то о неправедной греховной жизни а значит и о наказании божьем когда предсказание было скорбным а то и страшным жалостливый но мудрый монах схимник говорил притчами в книге добротолюбие святой маг подвижник пишет не скрывай того что нужно и полезно для присутствующих только приятно излагай прямой речью а жестокое строгое загадочную есть предсказание макеевка прославится как иерусалим хотя другие свидетели говорят что схимонах илья сказал несколько иначе макеевка прославится как небесный иерусалим так или иначе но в этом пророчестве тоже есть какая-то тайная завеса о которой знает один господь а если присутствует тайная завеса может быть за нею сокрыта скорбь страдания господь для того нас держит на земле чтобы любовь к богу и ближнему всецело проникла наши сердца этого и ждет он ото всех эта цель состояния мира и анкран штатский долго святая русь была гонима за веру в господа много новомучеников из нашей земли пополнили собою сонмы мучеников мира только страшное всенародное горе война кровопролитная беспощадная остановила на время безумие богоборцев проследите историю какого угодно народа и вы сейчас увидите что он тогда особенно был велик богат силен и непобедим когда он был благочестив и никогда не упадал так низко не доходил до такой бедности и политического бессилия не падал глубину всяких зол как когда забывал бога и упадал пропасть неверия и пороков и анкран штатский но и во время войны безмерно милосердный господь помогал стране народу который только что гнал его бога и служителей божьих и пришел конец войне долгожданная желанная пришла наконец победа вот как пишет поэт инок свято-троицкой сергиевой лавры игумен виссарион остапенко тогда и храмы пригодились во дни неслыханной войны напрасно некие гордились своей гнушаясь старины поспешно храмы открывали и по местам монастыри кресты на фронте надевали святой руси богатыри звучала проповедь сам вона душой воспрянула страна сражалась танкова колонна за счет церквей сооружена славянский дух не посрамился с глубокой верою в груди врага коварного громили успех предвидел впереди прошла опасная тревога окрепла русская нога с большой надеждою на бога разбили внешнего врага но возвратимся к нашему дорогому старцу схемонаху илье который подобно мудрому и сильному верой бога отцу оставался со своими детьми самое лихое время который вселял в душу детей надежду на господа и даже показал им на примере собственной жизни что с богом ничего не страшно где бог благоволит там и в огне обретается роса а когда бог поборает тогда и в удовольствии является сражение и спор тем кому бог не благоволит не бывает ничего доброго напротив кому он благоволит тем не бывает ничего злого и и он златоуст позади уже кровопролитная война страна вставала из руин начиналась мирная послевоенная жизнь наступила весна 1946 года шли дни великого поста а на страстной неделе дорогой старец мирно почиит о господи рядом со старцем до последнего его часа были три верные ему послушницы паша мария и фёкла паша была странницей все имущество ее составляли сумки был у просковье где-то сын николай военный но жизнь ее сложилась так что она стала странницей зрение у просковье все ухудшалось она даже одевалась на ощупь мария была худенькой старушкой носила белую блузку и черную юбку была очень чистоплотной у марии было двое детей сын кирилл и дочь елена мария рано осталась вдовой была неграмотной очень жаждала читать псалтирь отец илья ее научил читать потом она читала по покойникам фёкла больная нищая познакомившись со схемонахом ильей становится кроткой доброй его послушницей верующий в господи православной христианкой даже большой молитвенницей фёкла концу своей жизни очень изменилась сторону духовности к ее жизни самой близкой схемонаху послушницы и неутомимой его помощницы можно отнести слова святого варсонофия оптинского жизнь всякого человека христианина можно изобразить графически в виде непрерывно восходящей линии фёкла до конца своих дней оставалась доброй кроткой молчаливой и большой молитвенницей господь открыл ей час ее кончины рассказывают очевидцы молчаливой и democrала молчаливой и господь открыл ей час ее